Что ж, перейдем к его способностям. Первая способность это Shadow Race. Соответственно, что же она делает? Создаются такие вот при прокачке. Три спела. Первый спелл на 200 рейнджа, второй спелл на 450 и третий на 700. Наносит урон. На последнем левеле наносит 325, как видите. Прокачиваем и смотрим, что же будет происходить. Нажимаем ближний, кастуется ближний спелл. Средний, средний и дальний, дальний улетел сюда. Вот такая вот у нас способность. Что ж, следующая способность у нас это Некромастери. Смысл данной способности заключается в том, что наш темный лорд забирает душу поверженных им противников, даруя нам 2 единицы урона. Максимальное количество душ у нас будет равняться 36 на последнем уровне, что равняется 72 дополнительных единиц урона. Один добитый крип, 2 урона. При добивании героя ожидается 1 третья душ, то есть 24 урона или попроще 12 душ. В случае смерти, если у нас прокачан ультимейт, наш герой потеряет половину душ, которые при прокачанном ультимейте выберутся и нанесут урон. Ультимейт SF не имеет никакого значения, если мы не вкачиваем Некромастери. Что же будет происходить, если мы кастанем ультимейт? Абсолютно ничего. Итак, давайте разберемся, что же у нас делает третий спелл. Третий спелл снижает броню у всех в радиусе 900 на 6 единиц. Вот тут мы можем прекрасно это заметить. Это не работает на строение, но работает на всех юнитов, на крипов и на прочую мелочевку. Очень полезный спелл. И самый интересный спелл, который есть у SF, это его ультимейт. Что же он делает? Давайте прочитаем описание. Призывает злых духов вокруг героя, каждый из которых наносит 160 урона. Вызывается один дух на 2 души, но не более 15. Чем ближе юниты, тем сильнее эффект заклинания. Также он понижает скорость передвижения и силу атаки врагов на 20% в радиусе 700. То есть, если мы кастанули, то минус 20% урона на персонажах будет висеть и 20% замедление. Каст у нас же составляет 1 секунду. Давайте разберем досконально. Смысл ульты SF это кастануть как можно ближе к противнику. Если противник находится очень близко, то мы можем надомашить. Но если слишком близко, то мы можем просто заваншотить. Количество урона там равняется от 1000 до 1500 урона. Ну, плюс еще резист. Это нужно тоже учитывать. В общем, ребят, теория теорией. Но давайте перейдем к практике. Уже сразу понимаю. Понимаю, сразу же. Всем здорово, народ. Замутил гайд на Эсефиуса. Чекайте, смотрите, веселитесь, интересуйтесь. Как обычно, ребятки. Этот персонаж идет на центр. Эсеф. Это мидер. Это хороший гангер. Это хороший нюкер. Хороший дамагер. Но очень ватный. Очень легко его загангать. Припустить. Персонаж. Ну, очень ватненький. И статы у него тоже плохенькие. Но. Персонаж сваговый. Прикольный. Ладно, пройдемся по способностям, пока не пошли крип. В общем, первый спелл. Это у нас Shadow Race. Койлы. Нюки. Не знаю, называйте как хотите. Кастуется у нас. Если прокачиваем. Если прокачиваем. Кастуется у нас. Три. Появляются, вернее, у нас три обилки активные. Наносят урон. На последнем левеле наносит 325. Тут кастуется. Тут кастуется. И тут. Сейчас он примерно покажется как. Неплохо, да? Вот это монтаж. Дальше поехали. Некромастери. В общем, за что и ценится, собственно, Эсеф. Это за то, что он набирает много дэмэджа, добивая крипчиков, персонажей. И, ну, вообще, само по себе, так прикольно. Дэмэдж есть, типа, можно поесть. Вот. Короче, прокачиваем. Получаем там за одного убитого существа. Две души за персонажа. Получаем намного больше. Если мы умираем, если мы умираем, то, вот, допустим, у нас 36 и 72 дэмэджа, то, в случае, если мы умрем, половина душ слетит. И за убийство персонажа у нас почти сразу все души восполняются. Так что вот такая вот фишечка есть. Но не суть. Третий спелл это у нас аура. Прикольная аура, которая снимает армор всем, кто рядом находится, героям, персонажам. Там, неважно, неважно, то есть, там, может, крипчиком, еще кому-то. Ну, не суть. В общем, по товарам, к сожалению, не работает, и это большой минус. Но спелл прикольный. Прикольный. Ну, единственное, чем мне не нравится, можно спалиться. Так, идете, типа, наганка. Ага, у кого-то там засветился статус. Ну, это плохо. Это плохо. Ультимейт, собственно, ребят. Ультимейт не имеет смысла у нас без второго спелла вообще. Без второго спелла вообще не имеет никакого смысла наш ультимейт. И, то есть, качать ультимейт без... Некромастере, ну, просто посмотрите, что это. Ну, как так, ну, просто. Понимаете, да? Вот. В общем, что у нас такого ультимейт? Чем больше у нас душ, соответственно, у нас полные максимальные души. И кастуем. Чем ближе к противнику, тем сильнее ударит. Плюс повесится потом замедло. И еще снимется некоторое количество урона. К сожалению, я не могу понять. Не знаю, тут ничего не написано. А, но, смотрите, 15% снижения. Демиджа. Тут на первом, на 25, на... На... Роман третьем левеле. Просто на английской версии там толком ничего не понятно. Потому что английский я не знаю, я идиот. Ладно, не суть. В общем, по персонажам, по скиллам, по скилу мы пробежались, извиняюсь. И давайте приступим к практике. Что ж, попробуем забрать руну. У наших тиммейтов. Наши тиммейты очень злые. Я взял им курьера. Посмотри, что у нас тут по контрпикам. Ну, потому мы не убьем. Найкса убьем. Свинюку убьем. Ну, Пуджик будет нас пытаться гангать. Что поделать, что поделать. Ну, бывает. Ладно, ребят, поехали. Пуджик у нас идет с топориком на центр. Есть один только скилл билд, ребят, на этого персонажа. Без койлов. Ну, можно без койлов играть. Но... Ну, это такое. Ну, это кака. Честно, ребят. Без койлов не очень играть. Первым, что нам нужно сделать, это в первую очередь, это прокачать Некромастери. Чтобы мы добивали Крипчика и получали за него урон. Вот и все. Вот и все. Просто добиваем Крипчика. Получаем урон. Опа. Опа. Все. Теперь мы стали намного сильнее бить. Пудж уже боится. Видите, уже Крипов не добивает. И такое. Я тоже Крипов не добиваю. На СФ очень сложно вначале добивать Крипов. Уже делается Ферсблат у нас тут. Ничего страшного. Переагрим Крипчиков. Сделаем такой проверочный Койл. Пудж решил вот танковывать все. Кто-то подписывается. Найс. Я... Ну, я даун. Если честно, я думал, его и так убью. Но не суть. А, он типа еще залгал. Не суть. Короче, найс. Койлы. Койлы, вы поняли, как это работает. Да, сейчас вы увидели. Если честно, я не думал, что настолько будет это все тупо. Потому что вот тут Койл дальний я не решился кастовать, потому что я стою в толпе Крипов. Как ИСФ повернется, я не знаю. То есть, упирайся в определенные персонажи. ИСФ может как хочет развернуться и кастануть Койл куда угодно. Койлы, кстати, очень удобно даже отменять. Блин, ну если путь сейчас вылетит, это будет не очень. Потому что, ну, ну реально не очень. Потому что очень, очень, не очень. Это такой осень. Эх, печалька. Ну не хочу против четверых играть, потому что хочется... На таком персонаже всегда хочется делать какой-нибудь красивый рэмпэйдж. Не знаю, там. 1х9 такой, знаете, прям бах, чтобы с ультимейта. И по кайфу. Найс, ливы приходят. Ну, обрубился интернет, ничего не поделать. Не получилось записать гайд. Вот, кстати. Кстати. Вкачиваем Койлу. Ой, найс у нас. Ну, это 83-я карта, кстати, как вы заметили. На 83-й на СФ кайф играть, потому что 83-й это кайф для СФ. Тут намного проще на СФ играть. Не знаю почему, но... Просто возьмите на вооружение. Ну, видимо, чел лагает, а я воспользовался как мудак и добил. Ну, так некрасиво, ребят. Делать у самого часто лагает. И подписчики, когда вот так вот делают... Очень сильно злит, бомбит. Ну, прости, Пудж. Но твоя смерть пойдет на научные дела. Кстати, видели сразу? Мы забрали душу Пуджа. И сразу неплохо у нас души поднялись. Но у нас тогда не было прокачки. Некромастери, но не суть. Не суть. Попробуем выйти на руну и посмотрим, что у нас там на руне. На руне у нас монетка. Как раз мы сейчас возьмем сапожок. Против Пуджа нужен сапожок. Любой вариант сапожки. Вот и моя очередь началась по лагам. Не знаю. 35 латенс поставлю, если это что-то поменяет. Ну, Айкап, в последнее время, ребят, стал работать очень плохо. Я не знаю. Просто альтернативы как таковой и какого-то ладера. Ладер это лестница, то есть статистика. Ну, вы понимаете, примерно, просто, ну, сейчас альтернативы особо я не вижу. Некоторые другие платформы есть. У меня несколько предложений. Мне ребята писали, давай там на нашу платформу, там сыграй, покажи. Но, честно, не хочется, ребят. Привычка, как бы, играть на Айкапе. Но Айкап стал мусориться из-за того, что, к сожалению, скорее всего, финансовая сторона пользователей, кто создал саму эту платформу, как бы, решает. И, соответственно, не проплачивают они, скорее всего, сервера. Ну, это, в принципе, для моего ума далекое. И, думаю, для вашего тоже. Так как, типа, сервера, сервера, не сервера, это все, как бы, такое. Из-за этого появляются лаги. Высокий пинг. Не знаю, почему на Ру-2, на Ру-6, на всех этих ботах раньше все было прекрасно. Ребята, у меня раньше был идеальный, изюмительный пинг на этих, на этих ботах. Но, типа, сейчас это просто отвратительно. Бот Ру-5 только работает один у меня. И то там 85-я карта. Ну, и, к сожалению, на 83-й вообще невозможно играть. Задержки. То есть, ну, я думаю, вы полностью, полностью, ребят, кто, кто со мной согласен, полностью поддержите. Не знаю, что делать с Айкапом. Тут, по-моему, ничего не сделать. Как дальше быть, как жить с вот этими проблемами. Я не знаю, раньше было лучше, как говорят. И, типа, реально с этим не поспорить. Я не знаю, в чем проблема, почему Айкапом перестали заниматься. Ну, реально, скорее всего, из-за того, что платформа уже перестала приносить такие финансы. Но это, это логично. Это логично. Вышла вторая дота. И, соответственно, воздух, вал вы перекрыли. И все, ребят, и все. То есть, такое. Пока у нас урсом лагал немножко. Порассказывал вам истории басни Крылова. И можно играть дальше. В общем, поехали. Ну, задержка такая, видите, да, неприятненькая. Но, бывало и хуже. Честно, бывало и хуже. Пытаемся добивать каждого крипа. Пришел нам Ботл. Покачиваем Койлы. Очень хорошо на данном персонаже оставлять мидера вообще с голой задницей. Потому что мы забираем экспириенс. Скрипов, которых добиваем. У нас вариативность хорошая. Мы можем хорошо их добивать. У нас демеджа хватает, чтобы добивать каждого. Тут просто идет, возможно, такой микроконтроль. Чем выше у нас микроконтроль, тем сильнее мы попустим чужого мидера. Да что ж такое? Чужого мидера попустим. Но 4 на 4, я не знаю, не хочется даже. Ливает просто путь, что ж устал уже, видимо, лагать. Не знаю, кто придет на центр. На центре, видимо, никого не будет. Ну, такое, если честно. Персонаж пошел у меня гулять. В разнос, как говорится. Ну, такое себе, если честно. 4 на 4. Но 4 на 4 тоже порой тяжелые игры бывают. Пуджа там, видимо, раздевают уже. Урсу тут тоже раздевают. Крохоборый. Ерутся там. Так, ну пока у нас сейчас еще есть время. Ой. Вот так вот делаем. Хе-хе-хе. Приколист на найк. Ладно, не суть, погнали на центр. Че ходишь, бегаешь, я не буду вылазить. Ты шо? Я ж тебя не победил. У меня всего... Всего ничего по душам, бро. Вот так вот делаем. Ну, Патма, это классический персонаж такой. На центре ВССФ. В то время, когда я играл, очень много игроков ходило на потме, на центр. И это было классно. СФу было тяжело реально стоять. Перекрепить. Патму, в принципе, можно, если вначале хорошо перекрепишь. И дальше, в дальнейшем, их проблем нет. Но, у Патмы всегда есть эскейп. СФу ее, в принципе, не убить. Но можно жестко перекрепить. Но если ошибочка, то СФ будет в мини унижен. Просто и умирать со Старфола. Найс. Ару летела, уже не знал, куда ее мансовать. Но пытается, парень, пытается. Пытается. Возьмем седьмой левел и... Наверное. Найс, но вот сюда. Койл плохо, не достал, скорее всего. Не хотел уже до кассы. У нас доказ делать. Возьмем вот так вот. Сейчас быстренько запушим и пойдем гонганем какую-нибудь линию. Так, есть у нас варды. Варды есть. Ставим сюда один. И погнали, наверное. Побежимся. Самое плохое, если там стоят эти... Типа големы, и я типа бестолку вот это стакую. Не, вроде там огрики. Огрики стоят. Да, ну големы тут стояли. Ладно, быстренько запинаем големов. Линия подходит сейчас на центр. Уже. За эту сторону тяжелее играть на СФ, скажите почему. За эту сторону тяжелее играть на СФ, скажите почему. Потому что эта сторона менее балансная, нежели вот эта сторона. Тут можно выходить, давать койл и отводить крипа. Просто и все. Отводить крипа койлом. Простакивать себя и с койлами, потом приходить забирать. Все намного проще. Да за ту сторону. Нежели за эту. Так что, ребят, держите в курсе. Пользуйтесь. Так, ну нету дедочка. Все есть. Забираем икату. Надо забрать и уйти. В конкретный фарм сделаем лотары. Будем с лотаром, ребят, играть. С лотаром играть интересней. По мне так. Это сочные ваншоты для качественного контента. Это всегда нужно. Это всегда классно. Так, ребят, ну не знаю. Вот так вот сделаем. И погнали. Попробуем. Зайти в инвизи. Убить свинью. Свинюка, наверное, не знает, что я тут. Но, надеюсь, вайпер изобычит. Дается Moonlight у нас тут так, ару, ару. Ару. Но надо ждать. Делаем вот так вот. И вот так. Ох, какой койл. Эх, надо было стилить. Но я не хотел вайпер отдавать. Что я сейчас не знаю, какой койл сейчас я дал. Типа под мусс инвиза. Это было жестко. Я сам, если честно, не ожидал. Ну, прикольно. Вот этим SF приколен, что койлами творятся чудеса, творятся красивые игры. Почти у нас есть Лотариус. А это значит, что скоро мы сможем красиво ваншотить. Блин, надо было все же ластхитить. Стоять. На Икса. Ну, SF прикольно ластхитить, потому что очень много дэмэджа. И типа, ну, единственное, можно было получить от тиммейта, как говорится, подсрачник. Типа, ты мудак, нахрена ты стилишь? Помоги мне убить. Если бы он тупо умер, это было бы, конечно, некрасиво. Так что, ребят, так. Ну, не упускаем возможность стакнуть. Мы забрали там големов, соответственно, мы всегда ходим по рунам. А тут самое удобное на 83-й это стакать вот тут именно. И, как бы, реально, не упускайте эту возможность. Часто, ребят, простакать красиво можно. Заберем этот тавер таки, я думаю. Потанчим иллюзиями. Поехали дальше. Так, ну, полетело колечко какое-то непонятное на топ. Пойдем пока зафармим. Выложим в Рэзбэнд. Аквилу надо сделать в идеале. Да, опять тут големы. Я не знаю, за что они спаунятся мне, за что они меня так душат. Пока мы тут стоим, афк, можно... Ну, возьмем талисманчик. Стакнем тут. Стакнем тут. И... Пойдем на руну. Возьмем хейст. Хейст с хостой. Идеально просто гангать. Плаймор возьмем. И возьмем Аквилу. Сразу. И можно будет куда-нибудь сходить гангануть, так как у нас хоста. Настакали себе немножко. Немножко. Есть у нас сейчас 11 левел. Классно будет. Гангануть сейчас. Что-нибудь. Затар хороший у нас, в принципе, для 10 минуты. Более чем приятный. Не знаю, мне очень нравится мой затар. Просто забираем с двух койлов этих парней. Так, ну пойдемте, пробежимся. Заберем ребят на топе. Я знаю, что там сентри. Прекрасно. Пойдет. Сделаем вот эту тему. С бенюка там душит. Вайпера бедного. Фармим лесочек. Сэп очень быстро выфармливает споты за счет койлов. Койлов у нас три, соответственно, это очень много демеджа. На каждый спот можно давать койл, в принципе, так. Но тут мы койл никак не дадим. И мы просто забираем крипов. Ману выложил там. Сейчас этих крипов заберем. И пойдем заберем ману и пойдем на руну. Все хорошо. Пошли дальше. Выйдем в Этериал. Хочется с Этериалом сыграть. И нужно будет, наверное, делать даггерс. У нас до ультимейта еще достаточное количество времени. Посмотрим, если тут у нас не летающий, то можно сговорить. Кстати, вот эти крипы очень приятные для эсэфа. Потому что они пробиваются койлами. И это круто. Койлами они жестко пробиваются. Мне это очень нравится. Просто, да, или считайте, два койла и забрали. Там боттл. На. За ней. На раз. Все, возвращай, братан. А, понимаю. Ну, не делай добра, не получишь зла, на самом деле, ребят, это называется. Да куда вы пошли? Идите. Долбите крипов, я в говне. Без маны. Печалька. Печалька, ребят, произошла. Без маны будем, к сожалению. Ну, заберем сейчас пару крипчиков и на базу побежим. Все, побежали на Б. Все, ну, максимально. Выбили с иллюзией хотя бы пару крипчиков. Ну, иллюзия это тоже такой артефакт. Ой, артефакт такая руна, что нужно в любом случае использовать на максимум иллюзии. Или кого-то проблочить. Или, ну, что-то, в общем, сделать какую-то полезную тему иллюзиями. Как-то зафармить по-полезному. Так, есть у нас ультимейт. Очень хочу гангануть кого-нибудь. Можно даже ваншотнуть Потму. Но хочется Найкса тут найти. Найкса мы находим. Найксу очень больно. Найкс жалуется. Так, ну Потма упрыгала. Курса вешается ни в кого. А, ну тут Мунлайт. Так, ну одного мы выкурили. Божественным койлом. И второго. Хорошо. Хорошо. Сейчас будет кого-нибудь еще сюда, чтобы какой-нибудь ультракилл оформить. Нету тпшки, я бы тпкнулся на центр. Найкс, прекрасно просто. Красиво, не так ли, ребят, когда вот чисто как-то начинаешь соображать, куда противники. Ну, не знаю. Очень по-дурацкому они начали уходить, потому что в Мунлайте надо пользоваться, идти на базу. Просто они просто прятаться. СФ такие моменты не отдает, как говорится. Ну, ничего страшного бывает, как говорится. Возьмем себе Этериал. Давайте возьмем еще, наверное, Вардик. Поставим хотя бы на дефолт руны. И можно душить дальше. Можно душить дальше. Забирают монетку у меня. К сожалению. Сыграем через Этериал и БКБ. Некстом. Погнали. Погнали. На руну. Некр у нас бежит на хосте. Не знаю, просто отважный чел. Потмани видит его. Кастуется у нас тучка. Должен давать рипер. Ну, нет, там без рипера даже убивают. Ну, по мне, так это немного глупо выглядит. Вот, но вообще не видит ничего. Вард вот сюда поставим. Чтобы видеть вот это еще место. Так, ну, я не стакаю. К сожалению, это плохо. Но ничего страшного. В общем, как-то так. Дабл демидж внизу у нас есть. Дабл демиджа можно утворить чудеса. Так, ну, эти крипы... Вообще им срать на магию. То есть койлами мы их никак не зафармим. Свинюка очень жирный с блэдмейлом. Ну, я его не взорву. Но на дамажить хорошо могу. С ультимейта. Ага, найс. Ему просто срать. Будем с руки бить. Ой-ой, я ору. Но я тут умру. Или не умру. Еще живу. Найс. Еще живу. Ладно, сходим на Б. Странно, что он не пошел за мной. Я думаю, там бы на развороте. Я бы дал бы ему погулять. Что-то вообще свинюке пофиг было. Ну, в принципе, это свинюка. Потому что я кастанул в спину, можно сказать. Он поворачивался спиной. И все. Демо Джанет. Потмо прыгать будет? Нет, Потмо даже не прыгает. Ну, понимаю. АПТБ 1К, как говорится. ПТБ 1К, как говорится. Странно, что сейчас на самом деле не лагает. Потому что прошлой катки просто было нереально. Ну, я бота поменял. Если что, отмазался. Я бота поменял. Окей. Зафармим быстро этих крипчиков. И пойдем забирать руну. Блюз Этериал на данном персонаже, ребята, это то, что у нас койлы, соответственно, магическим дэмэджем. И увеличится. Магический урон у нас. Как бы койлами можно мочить сильнее. Там големы стоят. Я вам просто вангую. Мне просто сегодня везет. Я вам серьезно говорю. Так, ладно. Койлам надо тогда вот сюда дать. Найс. Хорошо. Хотя бы этих успеем отвезти. Нет, тут вообще никого нету, прикиньте. Но этот вард не может блочить. Никак. Пойдет. Попробуем шотнуть ее. Кра-цу-бо. Кра-цу-бо. Это говорится. Да не знаю, что хочет Найкс. Тут типа он не меня никак не передамажит. 302 дэмэджа. Просто. 302 дэмэджа. Дабл дэмэдж. А меня не передамажит. Просто у меня еще и тэрил был. 302 дэмэджа. Снесем не с Тэр. Тэр. Хорошо. Хорошо, 2х. Поставили вардецкий. Есть у нас еще варды? Нет, варда, к сожалению, больше нет. Но мы завардили весь их лес. Это прикольно. Это прикольно. Можно играть дальше. Нет у нас ультимейт, к сожалению. Давайте. Купим БКБ. На, как говорится, массовый файт. Так вот, погнали. Хочу такой файт, чтобы у С-пятерых можно было выйти из СФ. Кстати, очень легко на бусте выходит против четверых-пятерых персонажей. Просто с раскастовочки ультимейта с подлатара это там в половине персонажей просто не жить. Так, ну летающие тоже можем двоих поддамажить. И все. И все. И этого просто разбить, чтобы как можно быстрее, как можно аккуратнее, интеллигентнее подойти. Здравствуйте. Мы хотим ваше золото. И они такие говорят, блин, ну не вариант, ребят. Как бы не вариант. А ты такой берешь достойной школы и все, в принципе, забираешь. Не суть. Не суть. Темный лорд делает свое дело. СФ требует, на самом деле, хорошего уровня игры, хорошего понимания. Хорошего понимания в макро и микро игре. Типа, чтобы, как бы, понимаете, ну, он сам по себе очень слабый персонаж. Ну, Рилли очень слабый, ребят. Он, у него слабые хитпоинты, слабые статы. Но за счет того, что у него очень сильные скиллы, очень сильные скиллы, но нет, не хочу я. Нет, нет, нет. Божечки. Не хочу жать БКБ. Чтобы вы понимали, не хочу жать БКБ вообще. Но Рикки должен тут... Куда персон... А, это ж не 85-е. Я забыл. Но я тут умру. Я тут умру. Тут же ж не 85-е. Рикки, тучу, плиз, поставь. Я умру сейчас. Ну, просто... Надо было, блядь, надо было драться. Вот здесь вот прям... Ну, слишком долго ару была, уже мало хитпоинтов был, но надо было файтиться. Нужно было... Все, забейте. Я, короче, лох. Зато Рикки рядом побегал, посмотрел, как меня просто душат и все. Животное на темете, как обычно. Понимаю. Ладно, не суть. Нужно было просто завязать БКБ, нажать дабл дамедж и просто драться. Там другого варианта не было. Но я хотел уйти, я пытался уйти, на самом деле. Я думал, Рикки нормально подсейвит. То есть, один раз тучи он дал, все. Больше он побоялся вылазить. Зачем? Почему? Я так и не понял. Ну ладно, что взять? Если честно, мне сейчас настроение очень сильно подпортило вот этот момент, потому что Рикки в инвизе и просто ничего не хочет сделать. Ну, не хочет, ребят, не хочет помочь. Пусть эсэфа втроем убивают, свинья... Я бы выжил, но у свинюки второй спелл наносит физическим дамеджем урон. И как бы он там тупо настакал и все. Ну, я люблю ловить Ару. Я люблю ловить Ару. Это норма. Ой. Жестко. Ну, не хотел я умирать в этой игре, но заставили. Заставили с такими айтемами. Умереть это... Это смешно. Ну, Ару. Ару. Ару делает свое дело. Все, ребят. На этом закончили. Этот вопрос фейлы бывают у всех. Ошибки. Ну, я не хотел там файтиться. Честно, не хотел. Просто я мог попытаться это перевернуть, но... Там бы я реально перевернул бы, скорее всего, Рики. Но Рики бы просто рядом стоял бы и смотрел бы, как я разваливаю кабинет. Ладно, не суть. Поехали дальше. Как говорится, go next. Go next. Быстренько собираем души. Кстати, когда мы умираем при вкаченном ультимейте, у нас половина ультимейта как бы срабатывает. Это, я думаю, вы уже заметили, но как бы имейте в виду такая тема. Так, ребят, начинается там какой-то файт. Хотят убивать вайпера. Если вайпер еще чуть-чуть проживет, стики нажмет, SF не залагает. я сейчас очень много времени потеряю. Забираем это в место. Пойдет. Забрали это место. Что мы будем делать дальше, спросите? Вы, да, возьмем просто уйдем в дэмэдж. Чем больше дэмэдж, тем лучше. Какой-нибудь, какой-нибудь бурезу сделаем какую-нибудь. Кстати, очень профитно SF собирать манту, ну, манта дайгер, но тут я немного по-другому. Билду пошел. По айтем билду этого персонажа вариативность очень хорошая. Именно по айтем билду реально вариация, как его собирать, очень большие. Можно в магию собрать, можно в физику. В физику, то есть именно весь урон будет физический у нас. Можно абсолютно полностью собрать его в какие-то билды с мантой, даггером. Манта дайгер, то есть вот такой билд. Можно в минус армор его полностью одеть, потому что можно собрать дезолятор, можно собрать кирасу. В общей сложности у нас уже будет около минус 17 армора плюс аура по таргету. Просто если мы кого-то будем лупить, будет очень много демиджа наносить SF наш. Но мы пойдем по такому билду, через который сейчас я играю для сочных ваншотов, чтобы игра была красивая и интересная. Зафармили у нас иллюзии всю линию. Зафармим тут крипов. пацанчики у нас на центре купим бродсворд. Хочется подраться если честно. Хочется подраться. Иллюзии демидж набрали, лупят жестко. Все, иллюзии ушли. Ваут. Ну, под таваром я не хочу драться. Что, нажали мунлайт там, что ли? Мунлайт нажали, нет, так, ну, пропадает вардик. Ну, все, вардов не будет, у меня кончились слоты. Можно забрать рошана, в принципе. Но я хочу подраться, прям, очень хочу подраться. Арчит появляется у нас. Не знаю, не хочу первой идти, хочу, чтобы кто-то забайтил и была хорошая, красивая драка. Нужно, чтобы кто-то забайтил. Ну, вот реально, чтобы какой-нибудь некр забайтил, а я чисто зашел и раскастовал. Но там у нас Рикимару, ультра разум, конечно, собирать в команде при Рикимару Лотар, как вы понимаете, но типа шо поделать? Шо поделать, мы такие. Шо поделать, мы такие. Так, ну... Я думаю, более чем понятно, по словам, что сейчас произошло, полная какаха, ноль фрагов, хотя весь дэмэдж я внес. Этот вайпер просто... Ладно, забейте. Главное показывать. Хороший файт и хорошие койлы. Несколько койлов хороших я показал. Вайпер затащил, конечно, красавчик, если бы не вайпер, я не знаю, что бы мы делали в этой игре. Уф, пацан, шесть-пять играет, просто не знаю, затаскивает. Бомжей на эсэфах затаскивает. Но это, это нормально, это нормально. Так что у нас по ультимейт, ультимейт скоро откатится. Кстати, есть еще фишка. Во время того, как эсэф кастанул ульту, желательно оставаться на месте. Ну, то есть, как на месте, не прыгать, не блинковаться, иначе демидж нанесется в двухкратном размере. То есть, души, когда вот это не вылетают, эти души наносят демидж. Соответственно, если мы вот тут кастуем, у нас души вот так вот пошли, если мы вот здесь стояли и как прыгнем на подмет, то есть, нас мало того, что тут продамажит, так еще во время того, как мы прыгнем, еще сильнее продамажит эти души. То есть, они несколько раз будут дамажить. Но это механика игры, с этим ничего не поделать. О, кстати, мы можем забирать Рошана, заобузив через М. Просто Буриза будет делать свое дело. Умирает у нас там вайпер, тащер. Забираем мы Рошана просто в изи. Демиджа очень много. Убрали Рошана. Возможно, даже придется мне пересобирать СФ в даггер, докупать манту и заканчивать с такими айтемами. Но даггер будет прикольно, потому что мы будем очень мобильными. Даггером можно очень много и вейдить, кайтить, миссовать. еще я не знаю, там просто вариативность появляется дикая. Не знаю, пацаны еще почему тянут, типа тут фастфиниш, это и так понятно. Хотят, пацаны, доиграть на мужика, как говорится. Свинюка жирная, но это не поможет. Это не поможет, бро. Сносим топ. Есть у нас сф любит ловить. Это я. Как он тут там, как там под манью умерла-то, епта. Как там под манью умерла, ребят? невозможно, сказал Ботанос. Но он ушел под тэшком. А как Патма выжила, извините. А там типа Этериал залетел. Дэмэджа много должно было быть. Не знаю, не знаю. Ладно, не суть. Не суть. Не суть. Еще дэмэджа, ребят. Много вопросов было. Что же эсэфу собирать на дэмэдж? Что же ему такое там собирать? МКБ или Бурезу? Что профитнее? Всегда были такие вопросы. Что же профитнее собирать? МКБ или Бурезу? Ответ был просто. Собирать и то, и то. И просто выносить с руки просто нереально. Нереально. Какой сильный вайпер у нас? я просто даже не знаю. Чисто такая, знаете, у меня бой машина эсэф получается с такими айтемами. Так, ну а егис сольем, да? Успеваем убивать этого челика. и... и... и все. Главное не поймать ауру в 5 секунд, ну и все. Сейчас докупаем МКБ и поехала. Утимейт почти есть. Утимейт почти есть. Заюзаем БКБ чтобы выйти пострашнее. Сколько у нас секунд БКБ еще? Еще мы уже ласт левел. Такое. Есть у нас демонейдж. Есть у нас демонейдж. Хорошо. Пойдем продадим Аквиллу сразу. И поехали заканчивать ребят. Поехали заканчивать. Потому что 32 минута 4 на 4 не очень интересная игра. Но типа что поделать что поделать что поделать все. Вот такой вот у нас усев получается очень сильный нет отхила нету как таковой сильной мобильности но знаете такая боевая машина под какого-нибудь магнуса знаете магнус типа минус 3 хотя бы троих цепляет и типа можно хорошенько разнести то есть хотя бы так хотя бы так можно играть через дайвер ребят можно через ю то есть вариативности очень много как сыграть на данном персонажа но вот я вот по кайфу мне вот так собраться я собрался я в принципе доволен посмотрите какие затары мы имеем сейчас что ж я в принципе готов развалить кабинеты готов развалить кабинеты найк стоит свинюка стоит ривер появляется свинюки не знаю если тут нету центре то это очень хорошо очень много демеджа но я тут отличу походу да найкс просто задушил понимаю если честно я думал я посильнее буду бить посмотрите 300 демеджа я вообще ничего не нанес никому ладно придется играть с командой хватит герой стой понимаю свинья стараской курса еще была я бы добил найкса но да курс курс конечно очень сильно очень сильно ребят мозги делает курс конечно очень сильно мозги делает ну ладно собираем души идем заканчиваем наглую тупо без файта даже умрет патма яда 17 стиков есть на стики тут не помогут что у нас там прикольно я даже не думал что меня так сильно напылесосят рили не думал 3к хп у свинюки но он в принципе будет отлетать но у меня никакого не замедла ничего нету вот минус минус этого скилл билда даже через армор я бы сильнее бил мне так кажется ну тут видите чисто мкб от промахов найк с такими слотами я его убить не могу что ли да я его могу убить просто очень сильно помогли очень сильно помогли просто курс удали и все и я ничего не смог предоставить ладно будем заканчивать сейчас фигасе он даже умеет переагривать крипов есть даст у свинюки ну пусть доносят без демэджа я в любом случае файтится не буду даггер хочется купить делаем вот так вот зафармим крипов сколько 38 и 54 есть можно в принципе не отпускать и пойти попробовать задушить так нам не даст и я замедлен сам сам по все ускоряемся пойдет но запина запинали найкса можно этериал еще кстати заменить на какую-нибудь кирасу бить быстрее и больнее как бы время этериала уже ушло 40 агилы как бы там ну да прикольно но уже не актуально уже не актуально можно заменить это кирасой потому что там много демиджа с руки так ну курса дается в меня ару я еще поймал да я еще и ару поймал ну найс я даже не знаю что-то такое честно ладно давайте пересобирать свои айтемы вайпер там дерется со свинюкой хитпоинтов у меня маловато чтобы файтиться 200 хп всего 200 хп но все мы на кропалях тут но умрет именно эсэф это я чувствую попушим нас пушим в сторону без потерь как говорится даже не кастовал я в принципе ничего в принципе ничего не кастовал даже смело так запушили мы можно и третью сторону я расставляем чтобы регенился пацан замедлим брест свинью дефит ласт сторону но бестолковый персонаж просто бегает как бы жиром давит и все мне главное тавер добить и уйду в инвиз найс а гем там уже ладно гоу по их правилам играть погнали закончим эту игру уже крит вылетел крит вылетел найс там просто виверна отлетела так на живая патма пошла за гем черт с ней просто запушил их жалко крит не вылетел жалко давай подеремся бля в бм ударил ну понимаю понимаю бм не прошел еще хотя я ждал уже сколько 4 секунды не прошли а че ты его отпускаешь зачем ты туда идешь убей свинью свинья без байбека плюс тараска и допушить можно ну в общем подойдем итоги такая вот игра на эсэфе да есть погрешности в этом билде чисто билд на дэмэдж не знаю зачем вайпер сейчас это делает то что делает не суть в общем сыграли через этериал попытались по приколу по фану поиграть но не заходит не заходит ребят не заходит в общем эсэфом в принципе легко комбетчить как вы поняли даже если припустят принизят убьют в принципе набираем душ и идем дальше файтиться но самый кайф если мы по сути не идем как бы тупо фармить душ а пойдем в файт и кого-нибудь добьем и сразу души все восполним то есть потеряв половину душ добив кого-нибудь мы сразу эту половину душ восстановим то есть за героев дается душ намного больше также сдаются за товара и за всю остальную хрень души но души за товара даются в обычном как говорится размере как говорится один к одному и вот такая вот тема можно сыграть на эсэфиусе в магию но если если зайдет ребят можно сыграть через магического эсэфа напишите в комментариях обязательно то есть имеет ли смысл показать не знаю рассказать магического эсэфа магический эсэф будет тупо в койлах юл окторин там рефрешер то есть по идее если игра будет затянута и будет очень красочно то есть два ультимейта там то есть на юлах постоянно ваншоты то есть ну такое прикольное наверное должно быть то есть не знаю напишите в комментариях если такая тема понравится обязательно замучу что же тем временем у нас остается тут одна сторона рекимара тут будет умирать с бф ну выйдем в трон наверное да души есть можно поесть встанем в крипов будем тупо ломать нажимается глиф но если вот тут сейчас уже кто-то появится то надо уходить я не спушу так быстро свинья тут придется ее взять бкб но нету тпшки у меня но я умру я умру я тут в любом случае умру нету тпшки тпшки нету даже драться с ним не вариант был бы сатаник да я бы подрался у меня нету ничего просто да так вот кто бы мог подумать что бомж на свинье просто сможет что-то вообще как-то конкурировать просто кусок бесполезный там виверно нажмет убьет вайпер просто стоит автотачит ничего не видит понимают типичный тиммейт жаль нету байбэка не знаю у нас такое ощущение будто вообще играет только один я играет один я вайпер вообще если б не вайпер вот тут тут наверно мы их не затащили туповато играется честно туповато такая знаете затянутая растянутая хотя уже миллион лет назад могли выиграть еще свинья сейчас попытается запушить а это смешно на самом деле просто такую игру проиграть просто невеально да жирные сейчас риппера ну в спину точно нет не убьете так не убьете цвет хрюкнул напоследок и все и погиб вот так вот вот так вот пацаны вот так вот некролайт у нас сильный душит ничего страшного понимающий всезнающий не Продолжение следует... Продолжение следует...